В глухой тайге лесник обнаружил ослабевшего от голода волка. Животное было на грани истощения, поэтому мужчина решил подкармливать его мясом в течение недели. После этого волк снова ушел в лес, но он запомнил доброту, которую ему оказали. Через пять лет волк вернулся, чтобы помочь леснику, оказавшемуся в очень сложной ситуации. Сначала волк не доверял человеку и не позволял ему подойти близко. Леснику Ивану приходилось бросать мясо на расстоянии, но с течением времени дни за днями лесное животное стало привыкать. Приобретя силу, волк поднялся и убежал в тайгу, поглядев на человека в последний раз. Спустя некоторое время Иван вернулся в большой город. Через пять лет его работа привела его снова в ту же глухую тайгу, на удаленную заимку. Время отдыха почти истекало, поэтому Иван отправился к заимке уже вечером. Однако снегоход заглох посреди леса, и ему пришлось продолжить путь пешком. Через несколько километров Иван вдруг осознал, что его окружает и преследует стая волков. Огоньки их глаз мелькали совсем рядом. Ситуация оказалась безвыходной. Иван просто упал на снег и стал ждать. Наконец, из темноты вышел крупный волк, но после короткой паузы он остановился и принюхался. Лесник узнал в гости старого знакомого по отметинам на его шкуре, и волк тоже узнал человека. Волк неуверенно колебался, но затем махнул хвостом и повел стаю в сторону. Иван же поспешил добраться до людей. Это еще одно доказательство, что волки обладают удивительной долгой памятью. Вожак волков запомнил Ивана и отплатил за его доброту добром. Продолжение следует...